Казалось бы, полутораэтажный дом, 130 квадратов, 4 спальни для трех человек. Достаточно ли этого? Наши заказчики говорят, что на самом деле не очень, и сейчас им хотелось бы иметь дом побольше. А почему? Мы узнаем из этого ролика. И в конце этого ролика я вам расскажу, во сколько этот дом обошелся нашим заказчикам. И кроме этого, расскажем, сколько всего денег было потрачено на весь этот участок, вместе с обустройством, вместе с мебелью внутри дома, с навесом для машин. В общем, всю ту информацию вы узнаете, которая поможет вам гораздо более точно спрогнозировать планируемые расходы, если вы собрались сейчас в стройдом. А то, знаете, многим там обещают, сейчас вам за 3 миллиона большой дворец будет, и, в общем-то, ну, чуть-чуть какие-то, может быть, расходы еще будут, но в целом уложитесь. В общем, чтобы в такие иллюзии не попадать, обязательно смотрите ролик до конца. Поехали! Пару слов про сам дом. Это каркасный дом, построенный с сухой строганой доски камерной сушки. Утепление у этого дома 150 миллиметров минеральной ватой, и сверху еще 25 миллиметров билд термо, шип пасс. Что такое билд термо, я уже множество раз рассказывал в других своих роликах, но вкратце расскажу, что это такие специальные плиты, которые выполняют функцию ветрозащиты, дополнительной звукоизоляции и дополнительного утепления. За счет этого вам не нужно использовать диффузионные мембраны снаружи, и щита на отопление будут приятно радовать вас своим теплом зимой. Фундамент у этого дома свайно-забивной, снаружи дом отделан фасадной плиткой Хауберг, причем цвет называется готика, ну или не цвет, формация, потому что они бывают полукруглые, бывают квадратные, здесь они у нас прямоугольные, и эта плитка Хауберг создает визуальное ощущение, что дом стоит на таком каменном фундаменте, хотя в реальности, как я уже сказал, это свайно-забивной фундамент. Снизу дом обязательно обшит сеткой оцинкованной для защиты от грызунов, обязательно условие, что мы монтируем эту сетку не только по площади всего перекрытия, но также по всем вентозазорам, то есть по периметру дома дополнительно еще есть сетка от грызунов, чтобы мышки не забирались как раз внутри, по вентиляционному зазору, по стенам, в общем, это классное решение, обязательно обращайте на это внимание при выборе дома. Снаружи дом обшит виниловым сайдингом Grand Line, причем очень приятный такой нежно-голубой цвет, цвет в Скандинавии ассоциируется с небом, с чистой природой, этот цвет также популярен в Греции, там он ассоциируется с морем, с чистотой, в целом этот цвет придает внутреннее спокойствие, так что если вы чувствуете, что у вас жизнь довольно динамичная, в ней много чего происходит, такой приятный голубой цвет может вам доставить много радости, когда вы возвращаетесь домой. Ну и в целом, если говорить про виниловый сайдинг, то он очень практичен, он долговечен, его часто выбирают в условиях нашего климата, довольно такого разного и сурового климата, потому что не мокнет такой сайдинг, не требует подкраски, он не плесневеет, выдерживает любые перепады температур, ну единственное, поскольку это винил, то есть некоторые особенности, во-первых, при резких перепадах сильных температур, например, если днем сильная-сильная жара, а к вечеру довольно сильно все остывает, вы будете слышать такой легкий треск, как винил, как будто в замочках немножечко так шевелится, в этом нет ничего страшного, это нормально, просто дом остывает, он так будет чуть-чуть слегка-слегка потрескивать. И второй нюанс, что если вы выбираете какой-то дешевый сайдинг, прям совсем недорогой, очень бюджетный, и выбираете какой-то яркий цвет, то эта краска, она со временем будет на солнечных сторонах выцветать, поэтому чем более мягкий тон сайдинга, тем он будет долговечнее и легче переживать, как раз все вот эти истории с солнцем и с выцветанием. Еще одним важным преимуществом винилого сайдинга является то, что в случае какого-либо повреждения его довольно легко демонтировать, потому что он целой панель ведет, и панель просто снимается, монтируется другая панель, и сайдинг дальше будет радовать вас своим безупречным видом. Ну и раз уж мы стоим рядом с сайдингом, вот можно увидеть водосточную систему, которая используется на доме, и сразу виден приточный клапан для вентиляции внутри помещения, это нужно для пассивной вентиляции, опять-таки же довольно бюджетно недорогое решение, когда вы используете вытяжку, которая у вас есть в доме, она обычно на кухне, либо в санузле, точнее и там, и там, как правило, мы используем проходные элементы в вилпе на кровле, и воздух свежий поступает через приточный клапан в помещение и выходит через вытяжку, которая стоит в указанных помещениях. Таким образом появляется некое пассивное движение воздуха, оно в целом полезно, потому что многие при строительстве дома вообще не думают про вентиляцию, думают, что как-нибудь обойдутся просто при открывании и закрывании окон, на самом деле это глубокое заблуждение, потому что свежий воздух должен поступать постоянно. И вот такая энергонезависимая история, она уже позволяет хотя бы минимально обеспечить поступление свежего воздуха. Понятно, что если совсем жара духота, там, солнце жарит, конечно, вас там такой приточный клапан не спасет, но базово получать какой-то свежий воздух в помещении приточные клапаны серьезно помогают. На террасе везде использована ДПК-доска, древесно-полимерный композит. Это еще называют жидкое дерево. Довольно интересный материал. Он, с одной стороны, очень практичен и вечен, с другой стороны, при работе с ним используется примерно та же механика, что и при работе с деревом. То есть он точно так же напиливается, монтироваться может как на скрытые крепежи, так и просто саморезами закручивать в балки. Ну, единственное, что это все, конечно, подороже стоит, чем просто дерево. Но зато вам не надо будет каждый год подкрашивать, как-то этим заморачиваться. Удобный, долговечный материал. Карнизы подшиты перфорированными софитами виниловыми. Тоже долговечное решение. Их ключевое преимущество в том, что они перфорированы, как я уже сказал, и это позволяет как раз работать полноценно вентиляционному зазору, который находится вокруг всего дома. Для тех, кто не в курсе, прежде чем вы монтируете какую-либо внешнюю обшивку вашего дома, необходимо создавать вентиляционный зазор для того, чтобы воздух под фасадом дома мог снизу вверх гулять, и у вас там не образовывалась сырость лишняя, которая будет приводить к грибку, к плесени, и ко всему прочему. Поэтому вентозор – обязательное условие. И этому вентозору нужен вход снизу и выход наверху. И когда у вас эти софиты перфорированы, то воздух, соответственно, спокойно циркулирует. И ваш дом остается в нормальном состоянии, сухом. Ну и последнее, прежде чем мы пойдем внутрь, кровли здесь – это мягкая черепица, шинглаз, битумная черепица. Ее особенность, для тех, кто опять-таки не знает, в том, что в отличие от металлочерепицы, она гораздо менее шумная. Ну и, пожалуй, на этом все. Во-первых, она дороже, чем металлочерепица. Во-вторых, поскольку у нее шершавая поверхность, если у вас вокруг много высоких диких деревьев, там сосны, березы, то все, что падает на мягкую черепицу, остается на мягкой черепице. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Также с мягкой черепицей. И если особенно это какая-то темная сторона, куда не попадает солнце, то на мягкой черепице впоследствии может вырастать мох. Что, с другой стороны, красиво. И если у вас весная избушка, то это будет придавать ей особенного шарма. Наверное, одним из плюсов такой черепицы является то, что она не так сильно нагревается летом, как металлочерепица. Поэтому, если особенно у вас полутораэтажный дом, то есть дом со вторым мансардным этажом, то мягкая черепица будет более предпочтительна, чем металлочерепица. Все-таки надо было на первом этаже запланировать теплый пол. Потому что все-таки этой зимой, когда особенно минус 30 было, он был довольно-таки прохладный. Ну, это сваи. Но в этой зимой, то есть мы в этом году сделали, получается, обустройство участка. Вот посмотрим, как в этом году будет. Может быть, будет потеплее. Так вот теперь фундамент не настолько сильно проветривается, как он был раньше. Входная дверь Арктика требует особого внимания. Во-первых, это не реклама. Нам Арктика ничего за это не платит. Хочу показать вам, как классно смотрится на таком графитовом цвете черная фурнитура. Давайте отдельно покажем нашим зрителям. Черная ручка, черные замочные скважины действительно создают такой стильный вид. Мне очень нравится. Вообще, я люблю сочетание вот этих цветов. Графит, черный цвет. Особенно, если дерево туда еще где-то добавить, будет совсем круто. Ну и, конечно, особенность этой двери в том, что это не просто входная дверь, а дверь с терморазрывом. Ну, забегая вперед, мы уже сколько лет? Ну, наверное, года четыре так точно, а то и пять уже не строили домов без дверей с терморазрывами, поэтому они есть на каждом объекте. Чем отличается просто входная дверь от двери с терморазрывом? Тем, что дверь с терморазрывом это уличная дверь. Видите, дверь металлическая. И зимой весь этот металл имеет свойство промерзать внутрь. Поскольку внутри очень тепло, снаружи очень холодно, на этой внутренней поверхности двери начинает конденсироваться влага. И дверь начинает плакать, по ней течет вода, она замерзает, появляется иней. И вот для того, чтобы такого не происходило, в этом металлическом контуре делается терморазрыв, для того, чтобы он не промерзал насквозь. И бывает терморазрыв только в полотне двери, а бывает еще дополнительный терморазрыв в коробке дверной. Когда у нас и коробка, и дверное полотно содержат этот терморазрыв, у вас не поступает лишнего холода внутрь, дверь не замерзает, коробка не замерзает, нет этого иния, и нету постоянной лужи на полу перед дверью. Так что, хозяйки на заметку, только дверь с терморазрывом. Пойдем внутрь. И вот мы с вами оказались внутри дома, но прежде чем мы пройдемся по помещениям этого дома, покажем вам его планировку, хотел бы обратить внимание на то, что практически весь пол в этом доме, вот в жилых помещениях, в гостиной, в спальнях, в кабинете, все покрыто ковролином. Довольно интересное решение. То есть здесь нету нигде там ламината, есть только в прихожей и на кухне линолеум, который выглядит, ну, примерно как ламинат или даже как плитка под дерево, ну, что довольно практично. И, соответственно, нету топота, что особенно важно, если у вас дом двухэтажный, как в данном случае, и когда кто-то сверху идет, нету вот этого стука по голове, что очень тоже практично. Или есть. Вот заказчики сидят, улыбаются и переглядываются. А, вы с кота смеетесь? То я уж подумал, просто именно в этот момент заказчики так друг на друга, типа. Топот от кота есть. Топот от кота есть. Когда кто хочет, чтобы он топот, будет топот. Чтобы не лежало на полу. Понятно. Ну, в целом... Ну, в целом, здесь, когда ходят, ничего не слышно. Вот. Когда ходят, ничего не слышно. Так что, хозяйки на заметку, ковролин, довольно интересное решение. Любой дом, любая квартира, это не вакуум. В кирпичном доме, мы снимали, в кирпичном доме слышно, как кто-то сливает унитаз. Поэтому... Или чихает. Или чихает, да. Это, простите, играй гармонь, да. А там, извините, кирпичный дом. Монолитно-кирпичный, по-моему, он там был. То в сравнении с этим звуки того, что просто ребенок топает где-то наверху, просто пум-пум-пум, чуть-чуть, да, это ничто. Оно с этим никак не сравнится. Это никаким образом не мешает жить. Люди, перестаньте придумывать мифы. Ну, а если вот люди разговаривают в соседних помещениях, насколько это мешает? При закрытой двери никак не мешает. у человека, у которого совещание ежедневно. Да, у меня ежедневное совещание. При этом ребенок дома находится. Да, ребенок дома, все дома. То есть я работаю из дома еще с 2017 года. Я в этот момент, если я закрываю дверь в кабинет мужа, я могу спокойно запускать кофеварку, это как ее, кофемашину, она довольно-таки шумная. Мы греем еду, ребенок здесь смотрит мультики, мы обедаем, не мешает. Ребенок бесится. Бесится, да, это не мешает. С другой стороны, вот то количество грязи, которое у меня есть от трех детей на даче, я не представляю, как бы я обращался с ним в случае, если был ковролин. Видимо, просто надо было их через такую барокамеру пропускать, когда заходишь, сразу дезинфекция, полное пропылесошивание, только потом человек внутрь заходит. Потому что иначе я не представляю, что с этим делать. Ну, ладно, от деталей к общему, пойдем по комнатам. Первая комната, которая нас встречает, это рабочий кабинет, который, со слов заказчика, по совместительству является лазаретом. В случае, если кто-то вдруг заболевает, то его можно запросто изолировать в этой комнате. Ну, вроде замка нет, значит, изолировать, но не совсем. Второе помещение, которое у нас есть, это техническое помещение. Здесь располагается бойлер косвенного нагрева. Краце, чтобы вы понимали, бывают нагревания проточные, когда вода поступила, ее тут же попыталась система нагреть. Это самое обычно плохо работающее решение, потому что в воде не хватает времени, чтобы прогреться как следует. Поэтому, в целом, вы получаете более или менее такую теплую воду. Ну, это часто спасает, если в городе у вас отключают горячую воду летом. Вы можете купить себе проточный нагреватель, чтобы хотя бы у вас была какая-то теплая водичка с каким-то еле напором. В общем, помыться можно. Бывают бойлеры прямого нагрева, это когда у вас внутри бочки находится ТЭН, и когда вода поступает в эту бочку, ТЭН ее нагревает, вот прям ТЭН сам, и дальше у вас теплая вода поступает в систему водоснабжения. Косвенный нагрев, это когда она нагревается не напрямую от ТЭНа, а от другой горячей воды. То есть, у вас есть, например, система отопления водяного, как в данном случае, в данном доме, и вот эта труба с горячей водой проходит через бочку с водой, которая нужна для водоснабжения. И, соответственно, горячая вода, которая нужна для отопления, она отапливает вот этот бойлер, и уже горячая вода поступает к вам в систему водоснабжения. Вы спросите, ну а как же быть летом, когда у нас отопление выключено, что же будет нагревать этот бойлер? Ну, ответ здесь очень простой, делаются просто разные контуры, и в зависимости от котла котел может переключаться между этими контурами, один контур он нагревает отопление во всем доме, второй контур нагревает вот это отопление для бойлера, в котором уже вода для водоснабжения. Надеюсь, не сильно запутал. Если запутал, пишите в комментариях, будем смеяться. Зимний период, так как у нас котел-то электрический, пока что, вот в следующем году все-таки у нас по программе Владимира Владимировича будет все-таки газ, вот, соответственно, за вот, зимние месяцы, ну, сколько, максимум я платил 15 тысяч. Это с учетом того, что зима была минус 20 лишняя? Да, минус 20, минус 25, когда вот это самые такие жесткие. Если разделить в среднем на год, то получается где-то в среднем 5-6 тысяч. В квартире, в двушке, напоминаю, мы платили. Мы десятку железки мы платили. По-моему, в какие-то месяцы даже побольше. А у нас потом были там еще перерасчеты отопления, когда нам платежка под 30 тысяч приходила вообще. Здесь таких сюрпризов нет. Никто нам ничего не перерасчитает, все рассчитано, все уплачено. Да, но здесь, опять же, вот, если говорить про обслуживание дома, то могут быть сюрпризы, как у нас был в январе сюрприз. Да, новогодний подарок. то есть 3 января я проснулся, что-то холодно стало. Вот. А смотрю на градусник, плюс 10 дома. Оказалось, ночью отрубалось электричество во всем районе города. То есть, прям, что-то такое случилось серьезное. И на одной из фаз, так как трехфазное напряжение, не было электричества и выбило один из автоматов. Причем, он вообще сгорел. Ну, благо, 3 января и быстренько на такси до магазина. Как период вымирание закончилось и уже что-то работало. Быстренько поменял, все заработало и буквально, вот, кстати говоря, очень быстро прогревается дом. В этом плане огромный плюс. Да, это правда. Очень быстро. То есть, буквально через час у нас уже было под 20. Ну, конечно, мы везде батареи выкрутили, чтобы побыстрее прогрелось. Быстро, быстро. И получается, мы не знаем, во сколько отрубилось электричество, но суть в том, что постепенно снижалась температура. То есть, это не так, что отрубилось электричество, было условно и там плюс 23 и все, через час плюс 10. Нет, судя по всему, ну, прошло, наверное, ну, я не знаю, часа 4 точно. минимум, мне кажется. Да, возможно, больше. То есть, не было какой-то паники, я не знаю, что все, мы теперь здесь замерзнем. Ну, да, 10 градусов, ну, бывает, ну, извините, везде может там, не знаю, отрубиться электричество или если мы говорим про квартиру, навернуться какая-нибудь подстанция и просто люди останутся без тепла. То есть, это какие-то такие вещи, от которых невозможно перестраховаться на все 100%. Они абсолютно совсем могут случиться со всеми людьми. Поэтому, ну, случилось, случилось, зато теперь со смехом вспоминаем. Ничего такого страшного не было. Ну, перегорело, ну, бывает. А у вас на сколько киловатт стоит котел? 12. То есть, у вас дом 130 метров и котел 12 киловатт, а его при минус 30 его хватало? Абсолютно. Абсолютно. Я его, он один раз я его выставил на 65 градусов. Один раз, когда прям вот минус 30 был даже с чем-то вот ночью. Все. А так он, стандартный его режим работы плюс 50. то есть, даже когда минус 20, он все равно оставался на плюс 50 и у нас было тепло. Это при том, что батареи, вот они, допустим, до пятерки их можно выкрутить максимально, они в среднем у нас на тройке стоят. Ну, и, конечно же, техпомещение по совместительству является кладовкой. Я об этом множество раз говорил, что кладовка является одним из самых важных помещений в загородном доме. И, если у вас это помещение будет отдельно отсутствовать, то вещи все равно начнут занимать свои места в других помещениях. Например, если достаточно большое техпомещение бойлерное, под лестницей, где-нибудь за шкафом, обязательно, вот даже здесь аккордеон старый нашел себе место в прихожей. Кстати, что он тут делает? Образование. А, вы играете? Просто выглядит так, как будто он уже... Аккордеон, это баян. Это баян. Так. Извиняюсь за свою... Да. Ну, в общем, все найдет свое место, куда поселиться, если вы не сделали кладовку. Если кладовку сделали, то множество вещей уйдет туда. Помните о кладовке. Обязательно. Санузел здесь очень классный. С одной стороны, достаточно много места, и вы это можете слышать по эху, которое мой голос создает. С другой стороны, здесь есть интересное решение, что везде гипсокартон на стенах, который просто покрасили. То есть, даже не стали плитку монтировать. Это выглядит тоже прикольно. Серый цвет такой, в сочетании с синим. А на стене это не плитка, а просто ПВХ панели. Если у вас бюджет достаточно ограничен, вы тоже можете посмотреть в сторону этого решения. Достаточно долговечно получается, выглядит симпатично. То есть, если бы не вот эти наклейки по краям, я бы, может быть, даже не догадался, что это не плитка. То, что выглядит как плитка, блестит как плитка. В общем, по всем признакам плитка. Только это не плитка, а ПВХ плитка. На полу здесь обычная плитка, тоже в темно-сером цвете. Выглядит достаточно гармонично. Ну и плюс стиральная машина. Я сам сторонник больших санузлов, потому что люблю, когда вышел из ванной, чтобы можно было раскинуть в стороны руки, там, вытереться, просушиться. Вот не люблю, когда санузлы там по полтора метра. Ну, в самом крайнем случае, если это гостевой санузел, куда только вот зайти, воспользоваться унитазом и выйти. Ну и просторная кухня-гостиная. Можете посмотреть у себя на экране ее расположение, площадь. Стандартное решение для современных домов, если еще лет 10 назад делали дома, где кухня отдельно, гостиная отдельно, сегодня все чаще делают кухню с гостиной совмещенной. Я сам большой сторонник такого решения, когда кто-то может сидеть есть за столом, кто-то сидит уже на диване, отдыхает, может пообщаться или пока жена готовит, я, например, могу посидеть на диване, там что-то в ноутбуке поработать, и мы тоже можем как-то пообщаться. В общем, я не представляю своей жизни в доме, где кухня и гостиная как-то разнесены. Особое внимание можно уделить тому, что здесь использованы нестандартного размера окна 1600 на 1600, то есть это достаточно большие окна, и именно большие окна создают здесь простор в помещении, они дают много света, много воздуха. Всем советую, вот стандартные размеры, когда метр на метр двадцать или метр двадцать на метр пятьдесят, вот особенно в дачных домах эти размеры любят, они очень сильно сужают пространство, они удешевляют внешний вид дома, делают более темные помещения, особенно если помещение больше десяти квадратных метров, там хотя бы возьмем пятнадцать, двадцать квадратных метров, туда просто обязательно большие окна, чем больше окон будет, тем лучше, вы точно не пожалеете. Хотя в моменте может казаться, что блин, что я буду переплачивать, вот такие окна там лишние, не знаю сколько, пятьдесят тысяч на весь дом вы заплатите, окей, сто тысяч возьмем вот прям по верхней планке, поверьте, это то, что будет давать вам комфорт ежедневно. Ну и стандартный для домов с мансардной крышей второй этаж, тут мы видим три разных спальни, одна из которых является по совместительству рабочим кабинетом супруги, также есть отдельный санузел, да, мансардный этаж дает скос по одной из стен в помещении и это конечно же уменьшает полезную площадь пространства, но если грамотно расположить мебель, то в целом этого можно даже и не заметить. Наверное из минусов мансардного этажа можно отметить, что при сильном нагревании, когда летом жара, у вас отсутствует буферная зона в виде чердака, которая хоть как-то может аккумулировать это тепло от кровли и далее выветривать его через вентиляционные окошки на фронтонах дома, и здесь напрямую если что-то нагревается, да, там есть конечно слой утеплителя, обычно стандартный слой 200 мм, но все равно через него вот эта жара проникает, ну я сейчас говорю про сильную очень жару, она проникает внутрь помещения, конечно не так комфортно, конкретно в данном доме заказчики об этой проблеме не знают, потому что здесь установлено 5 кондиционеров на дом и в любую погоду у них очень здесь комфортно, с их слов, очень приятно, сейчас на улице осень, у нас октябрь, температура в районе там 12 градусов, сейчас достаточно комфортно и без кондиционера, но в сильную жару, я уверен, в этом доме более чем комфортно. моя личная боль это одновременно и красота и боль, это скошенные окна на втором этаже, это красиво, это стильно, но стоимость штор на них это боль, это боль, то есть мы когда хотели чем-то закрыть, чтобы солнце с утра просто не выжигало всю роговицу, на втором этаже в мастер-спальне, потому что как-то хоть чем-нибудь-то прикрыть, пока мы не догадались просто вбить гвозди и на них повесить наши старые шторы, чтобы оно просто было закрыто, мы сходили и узнали стоимость, сколько будет на наше окно, просто сделать карниз, без римских штор, без вензелей, соболей, позолотой, сусальной, вот обычная, 60 тысяч это стоит, просто шторы, просто карниз и просто шторы, самый простой карниз, самые простые шторы, на заказ это делается, 60 тысяч, мы такие, окей, пришли, взяли молоток, забили гвозди, повесили шторы, но в целом хорошо. Важный плюс мансардного этажа это его стоимость, то, что в случае с мансардным этажом, еще атиковая стена это называется, вам нет необходимости делать полноценные, ну, там условно два с половиной метра высоты, наружную стену, вы довольствуетесь небольшой атиковой стеной, дальше уже сразу начинается кровля, это удешевляет строительство. Так что, если у вас бюджет ограничен и вы хотите двухэтажный дом, возможно, вам имеет смысл рассмотреть именно дом с мансардной кровлей. Я пожалел, что не заложил сразу же в бюджет, что после стройки нужно сделать обустройство участка. Да, расскажите подробнее, во сколько это все обошлось. То есть, само обустройство участка где-то в два с половиной миллиона. Это плитка, это, получается, заливали плиту бетонную, то есть, все как положено, чтобы и плитку нормально уложить, и все вот эти вот уклоны соблюсти, которые, кстати, я сейчас замечаю, то есть, мячик, если просто поставить сейчас, он скатится. То есть, в сторону отдыха. Они незаметны, вот что интересно, то есть, там буквально какие-то миллиметры, но это действительно работает, вода не застаивается. Плюс сделали еще навес под машину, вот, потому что я зимой задолбался чистить с машины снег. Я думал сначала вообще лопатой, вот. Но после первого раза ты передумал, подумал еще раз и передумал. После того, как у меня прихватило поясницу, после вот этой лопаты, собственно, все, я понял, я покупаю электрический снегоуборщик, потому что никак по-другому. То есть, крыльцо вы расчистите, дорожку маленькую, так, чистую, да, вы расчистите, но так, чтобы от крыльца, мимо дома, вокруг дома и желательно возле ворот тоже где-то что-то, а там еще желательно машину поставить, это нереально. Стоимость дома 6 миллионов 700 тысяч получилось. Ну, общая стоимость около получается всего 16-17 миллионов. Расскажите, что в нее вошло? Сам участок 3 миллиона. В какой-то момент перестали считать, да? То есть, обустройство электрики в доме, обустройство отопления, водоснабжения, подключение к канализации, у нас канализация, потому что не септик, у нас городская канализация, в этом плане нам проще. Ну, с одной стороны, но все равно подключение, там, по-моему, чисто подключение городской обошлось, по-моему, 300 тысяч. Да, потом зато никаких проблем не нужно септик консервировать и так далее. Вот, его там вычищать, ничего не нужно, это плюс, конечно. Но, получается, чисто электрика, отопление, канализация, здесь уже все вместе где-то полтора-два миллиона обустройства дома, то есть, кухня, мебель и так далее. А техника, конечно же, здесь еще где-то два-два с половиной приблизительно, то есть, еще осталось озеленение, то бишь, это выровнять уже оставшуюся часть участков и газон постелить.